этого замечательного канала и еще выступить в парламент, еще что-то прочитать историческое в университете. Ну, питаю надежду встретиться с Михаилом Саркашнили. Очень хотелось бы с ним встретиться. Ну, пусть в Грузии увидят, что не все русские сволочи, откровенно говоря, хочется, чтобы когда-нибудь, через много десятилетий, наши дети хотя бы смогли друг с другом разговаривать без ненависти. Кстати, именно Валерия Новодворская, одна из первых, подписалась под письмом поддержку Первого Кавказского. Спутниковая война продолжается. Поддержку нашему каналу выразили на этой неделе как в Европе, так и в России. Над темой работает Кристина Георгобиани. Кристина, какими методами в Европе и в России намерены защищать свободу слова? В Европе поддержали по-европейски. Европарламент выразил свое несогласие в связи со снятием канала со спутника петиции. В документе сказано. Мы, ниже подписавшиеся, серьезно обеспокоены тем, что Ютелсад, ведущий европейский спутниковый оператор, попал под политическое давление России. Ютелсад отказался обслуживать грузинскую сторону. Первый Кавказский был снят со спутника. Это новый телеканал, который должен был вещать на постсоветском пространстве. Европарламентарии заявляют, новый канал призван нести идеи демократии, верховенства закона и прав человека. Авторы петиции выражают недоумение тем, что Ютелсад заключил договор с Газпром-медиа. Кроме того, европарламентарии подчеркивают. Это не первый случай, когда европейский спутниковый оператор способствует распространению цензуры. Мы надеемся, что проблема будет решена быстро и что Ютелсад выполнит свои обязательства. Действительно, отказ в доступе общественного вещателя Грузии к спутнику W7 Ютелсад – это нарушение многочисленных европейских законов и пример того, как европейские компании могут стать политическим инструментом. Ютелсад уже закрывал в 2008 году китайский канал NDTV под давлением правительства этой страны. И вещание BBC на персидском языке было отключено той же кампанией после вмешательства проправительственных и иранских кругов. Медиа без границ. СМИ сразу же начали расследовать это дело и пришли к выводу, что они лгали. В основе скандала лежит политический мотив. Ютелсад ориентируется на определенные политические интересы. И это очевидно. Мы подали в суд, и в данный момент наше дело рассматривается в Страсбурге. Осуждали действия французской спутниковой компании как в Европе, так и в России. Свобода самовыражения является одной из самых основных в Европейской конвенции по правам человека. Правозащитники и представители оппозиционных сил России призывают Кремль к соблюдению демократических ценностей. Свою подпись они поставили под специальным обращением к международному сообществу. Ситуация с Первым Кавказским, она принимает уже такой международный характер. Причем, если раньше это были какие-то такие закрытые действия, осторожные со стороны России, то сейчас это такая агрессивность, варварская агрессивность. Общественное мнение должно остановить практику политической цензуры. Тем более, когда такая практика распространяется не только в России, но она распространяется и на другие страны. Решать будут французские судебные органы. И ситуация настолько сейчас очевидна, что при всем желании угодить Путину, Франции очень трудно будет пойти на эту сделку и просто закрыть глаза на то, что «Газпром» просто дал взятку французской компании. О праве получать информацию с Первого Кавказского говорили в Страсбурге. По инициативе председателя комитета Европарламента по правам человека состоялась пресс-конференция с участием руководства Первого Кавказского и общественного обещателя Грузии. Европарламентарии выразили озабоченность по поводу ситуации вокруг телеканала и пообещали применить все механизмы международного права, чтобы предотвратить попытки Кремля заглушить доступ к альтернативному источнику информации. «Выражаем озабоченность по поводу попыток ограничения свободы самовыражения европейского масс-медиа. Дело касается конфликта между каналом Первой Кавказской и французской спутниковой компанией, которая в основном находится на государственном финансировании. Наша задача – попытаться найти причину блокирования вещания этого телеканала». «Очевидно, что Первый Кавказский – это ниша для альтернативной информации. Попытки закрыть его являются антиевропейскими. Вопрос в том, кто заинтересован в подобных действиях, так что дело не только в попытках третьей страны навязать диктатуру, но стоит вопрос независимости Европы». «Очень многие уверены, что за историей с Первым Кавказским стоит Кремль. Поверить в правдивость этих утверждений несложно. Я живу в одной из стран Балтии и могу наблюдать за пропагандой кремлян на российских каналах, которые все еще вещают в нашем регионе. Мы не слышим свободной информации. Ее блокируют кремлевские цензоры». «С инициативой о рассмотрении вопроса Первой Кавказки против Ютелсад в ходе парламентской ассамблеи Совета Европы в апреле выступят некоторые европарламентарии. Если этот вопрос внесут в повестку дня, то зимняя сессия по СССР пополнится еще одним сложным для России вопросом». Ну а пока число подписавшихся под обращением за счет Первого Кавказского растет. Кстати, сегодня мы получили письмо от зрителя нашего канала, который проживает в Москве. Нам сообщили, что вещание Первого Кавказского прервано и в Рунете. Довожу до вашего сведения, ваш канал перестал вещать в Рунете. Видимо, российские специи сумели заблокировать не только спутниковое вещание, но и российский интернет. С уважением, Виктор Парджанадзе. Спасибо большое, Кристина. Посмотрим, выстоит ли европейская демократия. Ну а пока Европа не выдержала энергетической российской мощной струи. Финны убрали последнюю задвижку северного потока. Первые поставки газа по этому трубопроводу в Европу, как пообещал Владимир Путин, начнутся уже осенью 2011 года. Финский вопрос оказался последним, так как остальные государства Балтийского региона, в водах которых пройдет газопровод, а именно Германия, Швеция, Дания дали свое согласие еще в прошлом году. Хельсинки смирились с неизбежностью прокладки газопровода еще в ноябре 2009 года. Однако для окончательного разрешения требовалось согласие Департамента местного самоуправления Южной Финляндии. Оно-то, наконец, и получено. Аналитики разводят руками. Диверсифицировать поставки газа Европа не хочет. Более того, окончательно проект преодолел сопротивление после газового конфликта с Украиной. Европейцы увидели, что поставки из России под угрозой и испугались. Тогда Германию удалось убедить партнеров по ЕС, газопровод нужен. Как Берлин, Газпром и руководство России пролоббировали проект, выяснял Андрей Джуфалакян. Северный поток и Южный мы построим, когда нужно. Когда нужно, наступило скоро. В Хельсинки хотели обсудить экологию Балтики, а получили Северный поток. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря. Последнее необходимое разрешение дала Финляндия. «40 тонн химических веществ. Это наш главный вызов. Угроза экологической безопасности». Нордстрим, компания, которая будет строить новый газопровод, обещает. Дно Балтики будет очищено от боеприпасов. Коридор безопасности 50 метров. От выборга до Грайфсфальда прокладка подводной трубы начнется уже в апреле. «Более трети поставляемого в Европу газа осуществляются по маршрутам, проложенным по дну Северного, Черного и Средиземного морей. Более трети. И все функционирует нормально. И до сих пор не было никаких проблем. И не вызывало таких эмоций». Эмоции были. Большие страны Балтии активно выступили против Северного потока. Не в восторге от проекта и Украина с Белоруссией, которые рискуют потерять часть транзита голубого топлива. Самый дурацкий проект России – это строительство по Балтийскому морю газопровода. Неизвестно, что может произойти с этим газопроводом, который лежит на куче боеприпасов. Однако Швеция, Дания и Германия, именно в экономических водах этих государств будет проложен Северный поток. Разрешение на строительство все же дали. Не обошлось без поддержки влиятельных европейцев, таких как председатель Совета акционеров «Нордстрим», бывший канцлер Германии Гехард Шрёдер. Конечно же, для Финляндии, для Германии, в первую очередь для Германии, проект выгоден. Они получают доступ к энергетическим ресурсам России намного более коротким путем и быстрее. Но главный вопрос не в этом. Тут главный вопрос интереса всего Европейского Союза. Догнать Северный пока не смог Южный поток. Одна из причин – отказ бывшего президента Франции Жака Ширака возглавить проект. Кандидаты теперь – бывший премьер Италии Романо Проди и даже нынешний, давний друг Владимира Путина Сильвио Берлускони. А Набуко – главная альтернатива поставка газа из России, хоть и получил политическую поддержку Европы, все еще в поисках источников газа. Вот такой была уходящая неделя. На прощание хочу уже традиционно процитировать классика, а не политиков, которые приходят и уходят. Пока деньги в моем кошельке.